Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Представляем вашему вниманию набор для самостоятельной сборки модели Spitfire Mark 9. Модель выполнена в окраске войск ПВО Ленинградского фронта 1944-1945 годов. Ленд-лизовские машины, которые поставлялись в Советский Союз, как раз в такой окраске воевали на Ленинградском фронте. Модель летает просто замечательно. Как он ведет себя в небе, вы можете посмотреть по ссылочке в подсказках в правом углу экрана, если еще не видели. Но посмотрите, получите огромное удовольствие. Модель отлично подойдет любителям самолетов времен Второй мировой войны. В коллекцию такого красавца себе собрать, думаю, будет никому не лишним. Модель эта относительно несложная в сборке для полукопии. И подойдет тем, кто собирает не первую уже модель, кто набил руку на работе с пенопластом на моделях тренера. Ну а сейчас переходим к обзору комплекта поставки этого конструктора. И начнем обзор с деревянных деталей. Дерево здесь относительно немного. И можно разделить на два комплекта для фюзеляжа и для крыла. В фюзеляжном комплекте идет лобовой шпангут, он же моторама. Рамка для крепления сервомашинок хвостовых рулей. В видеоуроках мы приклеивали раздельные рамки для каждой машинки. Но по опыту сборки из-за достаточно тесного фюзеляжа решили максимально сместить сервомашинки ближе к центру, к вертикальному ребру фюзеляжа. И, соответственно, сделали одну общую рамку для этих целей. Ну а в каркасе фюзеляжа под эту рамку, соответственно, сделан вырез, чтобы не надо было искать место ее установки. Одни из самых габаритных деревянных деталей – это стенки батарейного отсека, две штуки. Правая и левая, но на самом деле они абсолютно одинаковые. Ну и завершаем обзор деревянных фюзеляжных деталей комплектом для крепления аккумулятора, уже ставшая стандартной рамкой с установкой аккумулятора под углом. Переходим к деревянным деталям крыла. Здесь основные элементы – это уголки для сборки лонжеронов. Более высокие уголки идут на задний лонжерон, на этой модели он основной. Ну а на переднем лонжероне в районе крепления ретрактов, шасси, уголки узкие, чтобы освободить больше пространства. Для крепления сервомашинок и элеронов прикладываются такие рамки. Крепления сервомашинок сейчас делаем съемные, так чтобы их можно было при необходимости демонтировать, либо заменить, если из строя вышли. Но чтобы установить сервомашинку, нужно собрать для нее бокс. Вот это основа этой ниши, этого бокса, в которой, собственно, и крепится сама сервомашинка при помощи пластиковой крышки. Сами крышки тоже есть в комплекте, их покажу чуть позже. Но саморезы для крепления идут в комплекте с самой сервомашинкой, и они вполне стандартные, сюда тоже подходят. Ну и, конечно же, площадки для ретрактов. Сделаны они угловыми, так как ретракты устанавливаются здесь не под прямым углом к фюзеляжу. Все заложено, уже изначально все необходимые углы сразу установлены. Как правильно установить эти площадки, и вообще, как собирать крыло, оно здесь далеко не самое простое, внимательно смотрите в наших видеоуроках. Все подробно показано, все этапы, все шаги. Если просмотрите видеоуроки, последовательно пройдете все эти моменты, крыло соберете без особых сложностей. И также к крылу относится комплект реек. В фюзеляже реек нет, все рейки идут именно для сборки крыла. Четыре коротенькие реечки, это сегмент лонжерона центроплана. Именно к ним приклеиваются уголки. И потом уже лонжероны консолей. Два набора реек для лонжеронов. Те, что покороче, это для заднего лонжерона. Те, что подлиннее, для переднего. Ну и самая длинная реек, это передняя кромка, так как крыло эллиптическое. Передняя кромка должна быть цельной и также загнутая эллипсом. Поэтому прикладываем именно длинную цельную рейку. Кроме того, к ней закреплены баудены для хвостовых рулей и заготовки для тяг. Что ж, с деревом мы разобрались. Переходим к пенопластовым деталям. Основные элементы каркаса находятся на двух листах 5-миллиметровой нарезки. На узкой полосе размещены нервюры для крыла, основная часть шпангоута, фюзеляжа и киль с проклеенной сеткой-серпянкой по рулю направления. Сетка находится в транспортировочном состоянии. Не забудьте, что перед обработкой киля сетку нужно будет отклеить. После этого придаете нужный профиль и сетку уже клеите непосредственно перед склейкой двух половин киля между собой. Ну а на основном листе нарезки находятся оставшиеся детали. Здесь находится стабилизатор, также с проклеенной сеткой-серпянкой. Сетка-серпянка также находится в транспортировочном положении. Тоже перед сборкой ее нужно будет снять, обработать и только после этого приклеивать обратно. Заготовки для имитации радиаторов. Элементы для боксов сервомашинок на элероны. Оставшиеся нервюры и все габаритные элементы каркаса фюзеляжа. Стрингеры и вертикальная основная пластина. Все здесь на этом листе нарезки. Все нервюры и шпангоуты пронумерованы. Порядок установки также смотрите внимательно в наших видеоуроках. Элементы обшивки также будут представлены на листе нарезки. Здесь две основные, самые крупные детали – это обшивка фюзеляжа. Ну и кроме того, небольшие элементы – зализы для крыла, также элементы для боксов сервомашинок и облицовка для ниш основных стоек шасси. Обшивка крыла идет в виде четырех отдельных сегментов. Нижняя плоскость является основной, нанесена на ней разметка под все элементы. Кроме того, в области элеронов приклеены кусочки сетки серпянки, также в транспортном положении. Сборке крыла уделите особое внимание. Из-за эллиптической формы крыло здесь собирается нестандартно. У него нет прямой передней кромки, где можно обшивку склеить. Поэтому верхняя обшивка приклеивается уже после того, как вы обработали каркас, приклеили все необходимые элементы. И начинается приклейка от задней кромки. Тоже очень подробно мы показывали в наших видеоуроках этот момент. Смотрите и повторяйте те действия, которые мы рекомендуем. Для усиления элеронов в комплекте также прикладываются два бруска пеноплекса. Тоже как их правильно приклеить, как их правильно обработать, показано в наших видеоуроках. Ну и завершаем обзор традиционно фурнитурой и копейными элементами. Пойдем по порядку наш брелочек в подарок. Скоба для соединения рулей высоты. И крышки для сервомашинок элеронов. Вот они как раз в этом наборе идут. Дальше заготовки для тяг элеронов, те что подлиннее. И две короткие проволочки, это индикаторы углов крышки батарейного отсека. Как их правильно установить и как потом вырезать крышку, тоже подробно смотрите в наших видеоуроках. Далее идут фиксаторы тяг и магнитики с жестянками, как заготовки для держателя крышки батарейного отсека. Комплект кабанчиков, ремешок для крепления аккумулятора и заготовки для хвостовой опоры шасси, колесики и сама стойка. Колесики нужно будет между собой склеить, обработать, покрасить. Но сама стойка здесь не убираемая на этой модели. Как ставится мы тоже показывали в наших видеоуроках. В наборе также прикладывается прозрачный фонарь кабины. Фонарь отформован из-под пластика и на нем сразу донесена расшивка в виде такого рельефа. Чтобы эту расшивку выделить и не красить кисточкой, в комплект прикладываем кусочек зеленой пленки под наш вариант раскраски этой модели. Как сделать расшивку на кабине этой модели подробно показывали в отдельном видеоуроке, ссылочка также будет в подсказках. Также в набор входит кок для винта, специально подогнанный по размеру под эту модель и три самореза для крепления верхней части кока к основанию. Ну и чтобы завершить образ модели, в комплекте прикладывается лист с наклейками, звезды, гвардейские значки, бортовой номер. Все на этом листе. Вырезаете, приклеиваете. Также, как переносить наклейки, у нас есть отдельный видеоурок. Посмотрев курс наших видеоуроков и проделав все шаги, которые мы показывали в них, вы сможете собрать такого красавца, который будет вас радовать не только дома в виде стендовой модели, но и на полетах. Летает модель действительно замечательно. Эта модель рассчитана на установку убираемых шасси на основных стойках. Как их поставить? В скором времени появится отдельный видеоурок специально по установке ретрактов на Speedfire. Ну и, конечно же, опционально эти шасси можно будет приобрести в нашем интернет-магазине. Ну, вот для тех, кто предпочитает модели в более облегченном варианте, так же, как и мы, нам тоже больше нравится летать без дополнительного груза в виде ретрактов. Все для вас в этом наборе присутствует. Как раз для сборки модели в таком виде, как вы ее видите сейчас, все в наборе есть. Приобрести этот комплект вы можете в нашем интернет-магазине. Ссылочки будут в подсказках в правом углу экрана и в описании под видео. И, конечно же, вы можете заказать уже готовую модель. Ссылка на нее также будет в описании под видео. Приобретайте, заказывайте и наслаждайтесь полетами на этом легендарном истребителе. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите в наши социальные сети, в группу ВКонтакте, в Яндекс.Дзен. Мы сейчас присутствуем и там. Также не забывайте, что для вас работает форум, где вы можете найти себе друзей, пообщаться, спросить совета, поделиться своей информацией. Ну и, конечно же, ждем пополнения в нашей коллекции. Оно не за горами. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.